Что вы знаете о ужасе? О том самом томительном ожидании чего-то страшного. То чувство, когда вы дома одни, спокойно делаете свои дела. И вдруг вы резко начинаете ощущать пристальный взгляд на вашей спине, который сверлит вас насквозь. Вы понимаете, что сзади вас окно, и за ним вы готовы увидеть свой самый жуткий кошмар. И взяв себя в руки, повернувшись, вы видите своего кота, который смотрит на вас, мяукает и подбегает потереться о вашу ногу. Вы успокоены, выдыхаете и уходите из комнаты. Но откуда в вас уверенность, что сзади вас был только лишь ваш кот? Всем привет, друзья, с вами Брен. И сегодня я приглашаю вас прогуляться со мной в мир ужасов. В мир, где никто не услышит ваш крик о помощи. В мир Dead Space. Игра начинается с видеозаписи девушки главного героя, Айзека Кларка. Не могу поверить в то, что происходит. Инженера, который вместе с Кендрой Дэниелс и Заком Хэммондом отправился на спасательную операцию на корабль класса Планетарный Потрошитель Ишимура, на котором произошло что-то нехорошее. На связь они не выходят, и даже попытка стыковки чуть не оказывается фатальной для всей команды. Но все обошлось, и мы заходим на корабль. Что? О чем ты думал? Ты нас всех угробить хочешь? Я спас наши задницы, мисс Дэниелс. Попробуем и отменить стыковку на этой скорости, нас бы размазало по борту Ишимуры. Зак посылает нас к компьютеру, на котором находится техническая сводка корабля. И буквально сразу игра показывает нам, что она нянчиться с нами не собирается. С первой же комнаты начинается полный звездец. На нас и наших коллег нападают монстры. Черт, что это было? Запуск системы фильтрации активировал датчики автоматического карантина. Можете все расслабиться. Стойте, за... Что это? Это еще что? Тут кроме нас кто-то есть. Мы убегаем в спасительный лифт. И так начинается знакомство с Dead Space. Испугались? Обоснулся. Находим плазменный резак, наше основное оружие, которое способно отсекать конечности некроморфом, так называют местных монстров. Ведь эта игра переворачивает наизнанку представление о шутерах. Для того, чтобы убить противника, мы не должны стрелять в голову. Это его не убьет, а лишь ослепит. Лучше отрезать твари ноги и уже обездвиженного добить выстрелом из резака или сапогом. Спустя короткое время одиночества мы встречаемся с Заком и Кендрой, которые смогли спастись. Нам нужно добраться до мостика, но путь туда перекрывает вагонетка, которую нам поручено починить и убрать с дороги. По пути нам попадается якобы мертвый некроморф, но если мы к нему подойдем, то он накинется на нас, а потому просто расстреливаем застранца. В следующей комнате находим стазис-модуль, который способен замедлять объекты, например заклинившую дверь или быстро бегущего на нас противника. Дойдя до вагонетки мы узнаем, что один зацеп сломан. И решить эту неприятность нам поможет стазис-модуль. По дороге назад нам встречается новый тип некроморфов. Я его называю крокодил, ведь именно так будут выглядеть крокодиловые энергии. Тем временем Кендра открывает нам путь на инженерную палубу. Забираем инфопанель, которую мы должны подключить к компьютеру транспортного контроля для перезапуска системы. Подключив ее, нам сообщают, что карантин снят. Зак посылает нас на корабль, на котором мы прилетели, чтобы мы подготовили его к отлету. Но некроморфы говорят нам, не так быстро, ковбой, и подрывают корабль. Нам придется задержаться на Ишимуре надолго. Для того, чтобы убраться отсюда, нам нужен код капитана. Да что там происходит? Что с челноками? Это был билет домой. Теперь мы здесь надолго. Кендра. Нет, Хэммонд. Это все меняет. Дай мне подумать. Можешь зайти в командный компьютер? Дела плохи. Доступ ко всем основным системам заблокирован. Нам нужен код авторизации капитана. И где же капитан? Нашла. Капитан Бенджамин Маттиус. Находится в медлаборатории. Мертв. Что? Как? Но вот незадача. Капитан мертв. Нам поручают найти тело капитана, в иксе которого должен быть его код. Мы прибываем на медпалубу и видим медсестру с перемотанными глазами, гладящую обглоданный труп, которая явно путает нас с кем-то другим и вручает нам кинезис-модуль. Я, я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Который позволит нам поднимать тяжелые предметы и швырять их. С нами связывается Зак и сообщает, что на них напали и они с Кендрой разделились. А путь к капитану завален. И чтобы пройти дальше, нам надо его взорвать. Заходим в медотсек. И девушка-голосовой помощник сообщает нам, что включен режим карантина. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. А значит на нас прут некроморфы, от которых нам надо избавиться, чтобы карантин снять. В одном из кабинетов мы находим видеозапись, на которой капитан корабля говорит про какой-то обелиск, который вот-вот должны поднять на корабль. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать все, что угодно, но и я. Обелиск – великая святыня, и вы, вы это знаете. Пути Господни неиспобедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Теренс, чем серьезнее ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. Пройдя по палубе, мы встречаем еще один вид монстров. И если он своим внешним видом напоминает вам ребенка, то вы правы. Этот некроморф получился из склона грудничка, которых на Ишимуре выращивают, судя по всему, для опытов. Ибо на стенах висят фотки твоей мамы. Акупунктуры странных человекоподобных созданий. И если вы еще не начали что-то подозревать, то самое время. Собрав все части бомбы, мы подрываем завал и проходим в клинику. Находим видеозапись, оставленную девушкой Айзека, Николь. И выглядит все жутко. Говорит старший медик Николь Брэннон. Передаю по общей связи. Нам нужна помощь. Не хватает людей, чтобы справиться со всеми случаями заболевания. Нам не сообщают, что происходит. Эти раны. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. Боже. На стол его. Сестра, держите крепче. А у нас ситуация не лучше. Прям вот в самом худшем понимании слова не лучше. Мы добираемся до морга. И видим труп капитана. Но быстрее нас до него добирается инфектор. Выглядящий как скат, он способен вживлять в трупы патогены. И превращать их в некроморфов. Это он и делает с капитаном. Добиваем Кэпа и валим с метпалубы в машинное отделение. Прибыв в машинное отделение, с нами сразу связывается Зак. И описывает нашу задачу. Первое. Нету топлива. Второе. Мы падаем на планету. И нам нужно стабилизировать орбиту. Находим аудио дневник нашего коллеги. Инженера Джейкоба. Который увидел весь звездец. Но не бросил свой корабль. Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо. И двигатель стал работать с перебоями. Денверс и я попробуем добраться до топливного отсека. Посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи. И вообще, он единственный член экипажа, который не паникует, а делает все, что в его силах, чтобы спасти корабль и свалить отсюда. Мы чиним систему дозаправки. И ЗАГ восстанавливает орбиту корабля. Одна проблема решена. Вторая, это кусок камня, застрявший в заднице корабля, который мешает работе центрифуги. А это чревато тем, что корабль размажет о планету. Айзек решает принять дезинфекционный душ, но ему мешают некроморфы. Мы перезапускаем центрифугу, которая разламывает камушек, что застрял в корабле. И, кстати, я начал игру на высоком уровне сложности. И все еще ни разу не у... И сразу после этого нас хватает кентакля, которая тянет нас в свое логово, чтобы снять хентай фанфик по Dead Space. С нами связывается Кендра, которая смогла выжить. Она рассказывает нам про обелиск. А также про то, что еще до полноценного контакта с ним, экипаж начал сходить с ума. Айзек, ты меня слышишь? Это Кендра. Они напали на нас. Мне удалось сбежать, а Хэммонт... Он просто исчез. Кендра? Ты где? Рада слышать, что ты жив, Хэммонт. Я заберу серверной главного компьютера. Слышу, как они шастают снаружи. Думаю, они не знают обо мне. Могу подключиться отсюда к любой системе. Я взломала защиту и нашла несколько отчетов колонии. До того, как они начали разработку планеты, среди колонистов стали отмечать случаи сумасшествия. Это как-то связано с артефактом, который нашли на планете. Они называют его обелиск, но информации по нему мало. Я определила, где ты. Подожди, я открою дверь в топливный отсек. Оттуда ты сможешь пробраться к двигателям. Она открывает нам путь в топливный отсек. И эта часть корабля жуткая. По стенам размазана какая-то органика. В которых иногда можно увидеть людей. Точнее, то, что от них осталось. Мы перезапускаем двигатели. И с нами связывается Зак, который готов улететь подальше от планеты. Но защита от астероидов вышла из строя. И если мы совершим этот маневр, нас разорвет на куски. А потому нам надо починить и ее. Сразу после этого с нами связывается Николь. Прибываем на мостик. И Зак ставит задачу починить астероидную защиту. А Кендра решает, что самое время подлить масло в огонь. И докапывается до Зака. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Про обелиск. Я ничего о нем не знаю. Он упоминался в записях капитана. Они притащили его с планеты. Но и где он? Он в трюме. Они считают, что обелиск инопланетного происхождения. Но я не знаю, что это. Серьезно? Айс, Хэммонд что-то скрывает. Не верь ему. Полегче! Не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах. Поэтому прошу просто поверь, что я ничего не знаю. Астероиды уже начинают бомбить обшивку. И надо бы поторопиться. Встречаемся с Заком. И это приятно за долгое время увидеть живого человека. От этого места мурашки. У нас только что влетел гребаный астероид. Слушай, я знаю, Кендра не доверяет мне, но... Я действительно ничего не знаю ни о Белиске, ни о другое чертовщине. Мы должны были провести простой ремонт и все. После встречи с ним мы замечаем некроморфа, которого Зак закрыл в спасательной капсуле. Он сбрасывает ее. И это действие еще сыграет свою роль. Выйдя на палубу, на нас нападает огромная тварь, которую можно убить только выстрелами в спину. После умерщвления этой туши на мониторах мы замечаем Николь, которая просит Айзека сделать нас единым. Айзек, сделай нас единым. Заходим в лифт, в котором находим видеозапись, из которой мы узнаем, как умер капитан корабля. Это мятеж. Вас будут судить за мятеж. Кейн, да заставьте же их прислушаться. Спокойнее, Бен. Держите его. Согласно статье 54-69 уложения флота, я отстраняю капитана Бенджамина Маттиуса от должности. Обелиск необходимо передать церкви. Терренс, пожалуйста. Мне жаль, Бен. Я не могу тебе этого позволить. Предатель. Еретик. Держите голову. Убийца. Держите его. Он мертв. Вы убили его, доктор. Нет, это случайно. Я хотел остановить его. Арестовать его. В следующей комнате нужно быть аккуратным, ибо даже пол хочет нас убить. Перенаправляем энергию на защитные системы на трех терминалах, и вроде все готово, но система автоматического прицеливания по-прежнему не активна, а потому нам придется самим сесть за пушки. Направляемся к турелям по обшивке корабля, но не забываем, что нас обстреливают астероиды, и есть угроза, что нас разорвет на куски. Добираемся до пушек, и начинаем расстреливать камни, летящие в корабль, пока Зак чинит систему автоматической наводки. По сути, это просто тренировка АИМа, ничего сложного. Возвращаемся на мостик, и по пути с нами связывается Кендра, которая сообщает, что что-то отравляет воздух по всему кораблю, и скоро дышать будет просто нечем. Бежим на медпалубу, на которой нам нужно сварить отраву, для того, кто отравляет воздух. Клин клином, так сказать. И на этом первая часть моего рассказа про Dead Space окончена. Если тебе понравилось, то поставь лайк и подпишись. Кстати, это будет неплохим подарком на мой день рождения. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok